Приветствую вас. Я должен согласиться с коллегой Скиллковой Ириной, вот, и согласиться с тем, что он со стороны молодого человека, вот, действительно, больше походит на созависимость, на любовную, точнее, зависимость от вас. Вот. Если, конечно, только ваш молодой человек не является в какой-то степени уникальным, вот, и, ну, и, например, то, что он делает, ну, его действия, да, не является его особенностью, характером, вот. Ну, вообще, принято, конечно, считать, что подобного рода поведение это любовное зависит. И, да, конечно, с одной стороны, проблематика здесь не с вашей стороны идет, а больше всего, конечно, потому что, ну, очевидно, что это проблема молодого человека, а не ваша. Вот. Но, тем не менее, вы вполне можете своим поведением направить мужчину в нужное русло, в нужное направление. Вы вполне способны это сделать, вот. Конечно, при условии, если вы хотите этого, безусловно, то есть, если вам это интересно. Как правило, речь идет о личных границах. Речь идет о личных границах между вами и молодым человеком. Речь идет о личных границах между вами и мужчиной. Речь идет о том, чтобы мягко, грамотно, но и твердо говорить человеку о том, что вам, к примеру, не нравится, что вас, к примеру, не устраивает. Да. И говорить человеку нет. Вот. Умение говорить человеку нет является едва ли не первостепенным. Вот здесь. Потому что именно от этого, от умения говорить нет, именно в близких отношениях зависит будущее этих самых отношений. И вот то, что вы, то, что вы нет, не говорите молодому человеку, по разным причинам. Может быть, вы стесняетесь, может быть, вы не привыкли, может быть, обидеть его, боитесь, может быть, потерять его боитесь, может быть, что-то. И еще это не особо важно. То, что вы, тот факт, что вы боитесь сказать нет человеку. Это вот есть проблема ваших личных границ. И того, что вот себя вам достаточно, скажем так, сложно отделить от своего партнера. То есть, вы говорите, что меня эта любовь душит. И вообще говоря, вас можно понять. Вот, вполне легко вас можно понять. Вот, вполне легко можно понять. Как вообще-то говоря, так вышло, что любовь вас душит. А вот как так получилось, что любовь вас душит. Важно то, что вы допустили этот момент. Что вы именно допустили то, что любовь может вас душит. Именно, что допустили. То есть, вы допустили человека до такой формы отношений, когда уже вам некомфортно. Вот. И с точки зрения психологии, основная именно ваша проблема здесь в том, что вы пренебрегаете своими чувствами. Пренебрегаете своими эмоциями, своими переживаниями и тем, что вам не нравится, тем, что вам неприятно, тем, что вам не по душе. Вот. То есть, просто как бы говорить, ну ладно, ничего страшного, ну, пускай. То есть, такое идет обесценивание, такое идет пренебрежение к себе самой. Но, наверное, это не может остаться незамеченным окружающими людьми. В том числе и, конечно же, за человеком, в который, в который находится с вами, в непосредственно, в отношениях. Люди, которые находятся с вами непосредственно взаимодействовать. Чем, конечно, сложнее такому человеку говорить нет, тем сложнее такому человеку как-то вот выражать свою позицию. Потому что, чем всех ближе, тем он больше имеет возможностей для того, чтобы как-то вот показать вам, что он обижен, что ему что-то не нравится. Вот, и тогда, к сожалению. Но против этого важно грамотно выступать, но против этого грамотно, важно, крайне важно, грамотно себя вести. И, вот, и не позволять людям вами манипулировать. Дополнительно, это манипуляция, через три раза. Вот. К сожалению, это так. Значит, я не хочу, конечно, выниматься предположениями. Да. Поскольку информация очень моя, да, то, думаю, все же немножко придет. Давайте поискли. Значит. Мои проблемы нельзя назвать проблемой. Мои можно назвать проблемой, и это очень серьезная проблема. Почему вы в данном случае не доверяете себе? Ведь для вас это проблема. Она меня смущает. Чем? Дело в том, что мой молодой человек чрезмерно от меня зависит. Ну, эм... Кхм. Зависимость... Кхм. Вряд ли, зависимость, эм... Кхм. Кхм. Простите. Появилась сразу. Скорее всего, она появилась... Эм... Через какое-то время. Да? После. Начала. Кхм. Кхм. Вначале человек... Держился на расстоянии. Некоторым. Дальше мы просто... Он просто... Позволял... Кхм. Себе все больше и больше. И вы... Так же... Позволяли ему... Больше и больше. Он все время скучает по мне. Чем-то не любит и хвалит. И на ранних местах. Ну, опять же, здесь... Эм... Как бы на похвалу можно реагировать по-разному. А... Кто-то скучает, опять же, это... Как мне видится, вызывает у вас чувство вины и долга. Так. Я считаю, это не заслуженно. И хочу узнать, что это значит, что мы это приводим. Любовная зависимость. Со зависимость можете изучить это в интернете. Мне кажется, насколько сильная любовь является нормальной. Это нелюбовь. А... Подобная является, как раз таки, обратным проявлением. То есть, это... Страх. Страх, как раз таки, отношений. Близких отношений. И искренних отношений. Вот. Это страх. То есть, как бы... Не про любовь. А... Так. Мне кажется, насколько сильная любовь является ненормальной видеть своеобразные идеалы, которыми он не является скорее иллюзией. Это верно. Но человеку это, не человеку это. Это нужно. Именно поэтому это нелюбовь. Потому что таки, как он есть, со своими недостатками человек не принимается. У меня душит эта любовь. Ну, как это проявляется? Как вы это допустили? Как вы это чувствуете? И так далее. Что делать? Что делать, чтобы что? Быть благодарным для себя заимствами или оставить его? Ну, тут опять же, мы приходим к тому, что вы себе не прислушиваете. Потому что вы спрашиваете у нас, как быть. Но согласитесь, насколько странно будет, если вы, не испытывая, ну, чувство благодарности, будете пытаться ее испытывать. Ну, на мой взгляд, это немного странно не находится. То есть, как вы себе это представляете? Как вы представляете? Как вы представляете себе, что будете испытывать благодарность? Да? Ну, хотя, на самом деле, вы ее не чувствуете. То есть, ну, мне кажется, это несколько странная позиция, но, на мой взгляд, по крайней мере. И, соответственно, я бы хотел ваше мнение по этому вопросу как-то вот услышать, да? То есть, как вы представляете себе, переживания каких-либо чувств и выражения каких-либо чувств, если вы их не ощущаете, если вы их не чувствуете. То есть, является ли это как раз-таки вашим собственным проявлением препятствий для того, чтобы вступить в созависимые отношения, вот такого рода отношения, да? Вот. И это вот один из принципиальных моментов. Надеюсь, что вы обратите на это свое внимание. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи.